Совок. Мрачные времена тотального дефицита. Место действия – квартира в Хрущевке. Денег катастрофически не хватает ни на что, но в магазинах ничего и нет. Что-то можно купить только на руках или из-под прилавка, заплатив 2, 3, а то и 4 цены. О каких-то серьезных вещах молодая пара даже не мечтает. И вот в какой-то день муж приходит домой и обнаруживает новый импортный холодильник. Спрашивает жену. Маша, откуда это финское чудо? Она немного покраснела и признается – в лотерейку выиграла. Через время таким же образом в доме появляется цветной телевизор Sony. А к лету жене снова повезло, и она выиграла автомобиль ВАЗ-2106 – прямую шаху с родным двигателем. Муж просто шокирован таким везением жены, но рад этому чуду. И вот лето, жара, пруд. Маша плещется в воде, на песке загорают люди. А ее муж разгадывает кроссворд в газете и тоже загорает. И вот совсем рядом располагаются трое мужчин. Достают импортную выпивку, закуску и рассаживаются на своем коврике, разглядывая окружающих. И тут один из них замечает в воде Машу. Какая женщина! Огонь! Я ей купил финский холодильник. Второй. Это точно. Но что там твой холодильник? Я ей купил цветной телевизор из Японии. Третий откинулся на спину и, попыхивая толстой кубинской сигарой, которую он только что достал из алюминиевой колбы, со вздохом заметил. Что вы там такое рассказываете? Я ей Жигули шестерку купил. Муж не выдержал этого разговора и кричит жене. Маша! Выходи из воды! Лотерейку застудишь! Старый совковый анекдот. Конца 80-х. На постсовковом пространстве возник, развился и обрел законченную форму феномен, который ждет своих исследователей, специалистов из области генетики. В самом деле, как только подопытный становился президентом, практически мгновенно раскрывается невыносимый талант его родных и или близких по части бизнеса. Чаще всего это случалось с детьми, но не только. Скажем так, почти у всех президентов дочь или сын становились долларовыми мультимиллионерами или даже миллиардерами. Причем до восшествия на президентский пост дети были как дети, но уже после интронизации раскрывался неожиданный талант, от которого было просто некуда деваться. Правда, были случаи, когда гены перепрыгивали на любовниц или даже супругов детей президентов. Так, у одного нашего президента была дочь, а у нее образовался муж, который при тесте сделался натурально долларовым миллиардером. Талант этот у него развился посредством перехода на него генов президента. Они просто перескочили на него, и он стал гениальным бизнесменом. Кстати, он сейчас предлагает отдать РФ Крым, Донбасс отказаться от НАТО и ЕС, чтобы ему было удобно продавать туда свои трубы. Да, еще извиниться перед Москвой за неудобства. И наверняка выплатить ей компенсацию и посадить всех тех, кто воевал с РФ. Но в этом его винить нельзя, ибо гены. Они перепрыгнули к нему от тестюхи, потому он такое и несет. Но без всяких оговорок, сынок другого президента, будучи стоматологом, дал такой фонтан бизнес-таланта, что сделался и промышленником, и финансистом, и банкиром. Но тут не о чем спорить, ибо прямые гены папаши президента действовали безоговорочно. А ведь папаша, не хухры-мухры, имел два ходаря и ученую степень профессора. Но у нас эти эффекты все же имели какое-то ограниченное по расстоянию действие. А вот в РФ генетика двинулась куда сильнее и дальше. Начиналось все как обычно. У президента Ельцина оказалась просто безгранично талантливой дочь Татьяна. Она была настолько успешной бизнес-вуман, что начала активно скупать замки в Германии и прочие ништяки, поскольку денег уже хватало на эти траты. Собственно говоря, никто же и не сомневался, что у президента РФ не может быть гениальной дочки. Но после Ельцина генетика пошла дальше. Да, путинские дочки тоже гениальные и, как положено, имеют недвигу в Европе, а в РФ акции сургут нефти и прочих голубых фишек. Но это банально. Куда интереснее процесс перепрыгивания генов в процессе близкого общения с формально посторонними людьми. Например, хорошо известно о том, что совковая система выращивания спортивных звезд, неважно в каком виде спорта, дает мощный перекос именно в сторону спорта за счет всего остального образования. И если карьера спортсмена заканчивается между 20 и 30 годами, то он, по сути, оказывается без образования и навыков для неспортивной жизни. Если, конечно, он не ушел в профи, где работает еще десяток лет, стараясь скопить денег столько, чтобы хватило на всю оставшуюся. Но если речь идет о спортсменах-олимпийцах, которым нельзя быть профи, то именно они и остаются с медалями и пустыми руками с перспективой начинать все сначала или, если повезет, идти в тренеры. Вот именно такая спортсменка стала объектом внимания Путина. Тогда он серьезно интересовался спортивной гимнастикой и спортивными же гимнастками. В общем, в процессе близкого общения с Путиным на нее накинулись его гены гениальности, и она стала резко расти сначала по части депутатства, а потом пошла в топ-менеджмент крупного медиабизнеса. Путин достал из ее глубин талант крупного менеджера неважно чего, и теперь она руководит неважно чем. А все почему? Потому что талант. Но оказалось, что не только с Путина перепрыгивают эти гены. Его близкий товарищ и по совместительству министр обороны, бывший министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу, долгое время растрачивал свои гены на оленей. Но однажды ему встретилась не кто-нибудь, а стюардесса, спортсменка, комсомолка и далее по списку. Как сообщают российские источники, зовут стюардессу Елена Шабунова. Вот как сами россияне описывают процесс активизации гена у бывшей стюардессы. После того, как в 2001 году у Шабуновой родился сын, отцом которого является Шойгу, ее дела пошли в гору. Так, бывшая стюардесса сменила ВАЗ-21083 на Мерседес-Бенц, а затем переехала в квартиру у Рублевского шоссе. Понятно, что по российским меркам такое преображение нельзя назвать чудом, поскольку даже в совковых анекдотах что-то подобное описывалось. Но не стоит спешить с выводами. Это лишь фиксация момента пробуждения гена. Дальше больше. Кроме того, у Шабуновой в поселке Жуковка есть поместье стоимостью полтора миллиарда рублей, соседствующее с Ротенбергами. По данным издания, земельный участок под поместье Шабуновой достался от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков Министерства обороны. Да, это еще не миллиарды долларов, но Лена же и не дочка Шойги. Поэтому гены работают не на полную силу, но работают же. Даже в рублях миллиард совсем не копейки. В общем, бывшая стюардесса стала руководить фирмами-подрядчиками Министерства обороны РФ, то есть Министерство Шойги, на чем заработало как минимум 6,5 миллиардов рублей. Это лишь то, что удалось накопать российским журналистам и энтузиастам. С учетом того, что там все стараются делать так, чтобы не особенно светиться, то, скорее всего, основную часть добычи Шабуновой исследователи просто не нашли. Но даже то, что уже найдено, и так тянет на сумму куда большую, чем 100 миллионов долларов. Как для стюардессы, весьма неплохо. В общем, таких случаев масса, и они ждут своих исследователей. Надеемся на то, что они возьмутся за дело уже скоро, и секрет гена гениальности будет разгадан раз и навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok